Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Удивительная Планета и сегодня мы поговорим с вами о Таити. Таити, крупнейший остров французской Полинезии, имеет богатую и увлекательную историю, уходящую корнями в древние времена. Археологические данные свидетельствуют о том, что остров был заселен полинезийцами около 300 года нашей эры. Эти ранние поселенцы прибыли на Таити на Каноа из других островов Тихого океана, используя звезды и океанские течения для навигации. Они принесли с собой культуру, традиции и религию, которые до сих пор можно увидеть в полинезийском обществе. До контакта с европейцами Таити имел сложную социальную структуру, разделенную на различные классы, включая вождей, жрецов и простых людей. Остров был разделен на несколько племен, каждая из которых имела своего вождя и территорию. Основными занятиями жителей были сельское хозяйство и рыболовство. Культуры, такие как таро, ямс и бананы, играли важную роль в питании, а также в религиозных обрядах. Первый задокументированный контакт Таити с европейцами произошел в 1767 году, когда британский капитан Сэмуэль Уоллес достиг острова. Вскоре после этого в 1768 году на Таити прибыл французский мореплаватель Луи-Антуан де Бугенвиль. Однако наиболее известным ранним исследователем был капитан Джеймс Кук, который посетил Таити в 1769 году, во время своей первой кругосветной экспедиции. Кук прибыл на остров для наблюдения за прохождением Венеры по диску Солнца, что было важным астрономическим событием. В начале XIX века на Таити прибыли британские миссионеры из лондонского миссионерского общества. Они стремились обратить местное население в христианство и изменить их традиционные обычаи. В 1819 году королева Помаре IV, правительница Таити, приняла христианство и способствовала распространению новой религии среди своего народа. Французская колонизация началась в 1842 году, когда Франция объявила Таити своим протекторатом. Это вызвало сопротивление местного населения. Но к 1880 году остров официально стал французской колонией. Колонизация привела к значительным изменениям в политической и социальной структурах острова, а также к введению новых законов и экономических практик. Во время Второй мировой войны Таити служил важной базой для союзников в Тихом океане. После войны остров продолжал развиваться, став важным туристическим направлением. Благодаря природным красотам и уникальной культуре. В 1957 году Таити и другие острова французской Полинезии получили статус заморского территориального образования Франции. Сегодня Таити является центром французской Полинезии и важным туристическим направлением, известным своими красивыми пляжами, коралловыми рифами и богатым культурным наследием. Остров продолжает развиваться, сохраняя при этом уникальную идентичность и традиции, унаследованная от древних полинезийцев. Таити находится в южной Тихого океана и расположен в примерно в 4400 километрах к юго-западу от Гавайев и в 6000 километрах к востоку от Австралии. Таити состоит из двух связанных между собой частей – Таити-Нуи или Большой Таити и Таити-Ити, Малой Таити, которые соединены узким перешейком Таравао. Таити имеет вулканическое происхождение. Центральная часть острова характеризуется высокими горами и глубокими долинами, создающими впечатляющий и разнообразный ландшафт. Самая высокая точка Таити – гора Арахена, достигающая высоты в 2241 метр над уровнем моря. Другие значительные горные вершины включают в себя гору Аураи и гору Диадем. Эти горы образуют драматический фон для острова, привлекают туристов и любителей активного отдыха. Таити изрезан множеством глубоких долин, созданных эрозией и тектонической активностью. Долины часто имеют крутые склоны и покрыты густыми тропическими лесами. Остров богат водными ресурсами и на нем протекает множество рек и ручьев. Самая длинная река Таити – Папену, которая течет с гор в центр острова и впадает в океан. Побережье Таити разнообразно и включает в себя как песчаные пляжи, так и скалистые участки. Восточное побережье, омываемое Тихим океаном, более крутое и скалистое, с меньшим количеством пляжей. В то время как западное побережье, обращенное к лагуне, имеет более пологие берега и многочисленные пляжи с белым и черным песком. Лагуны и коралловые рифы, окружающие остров, создают идеальные условия для плавания, дайвинга и снорклинга. Лагуны Таити защищены коралловыми рифами, которые создают естественные барьеры от океанских волн. Эти рифы не только обеспечивают спокойно вод для купания и водных видов спорта, но являются домом для разнообразной морской жизни, включая разноцветных рыб, кораллов и других морских организмов. Горные районы Таити покрыты густыми тропическими лесами, которые изобилуют разнообразной флорой и фауной. В лесах можно найти многочисленные виды деревьев, кустарников, папоротников и орхидеи. Многие из этих растений являются эндемичными и встречаются только на Таити и соседних островах. Леса также являются важным местом обитания для различных видов птиц, насекомых и других животных. Географическое положение Таити вблизи экватора предопределяет теплый тропический климат с минимальными сезонными колебаниями температуры. Остров разделен на два климатических региона – прибрежные районы и горные внутренние области, которые влияют на погодные условия. На Таити наблюдается стабильная температура в течение всего года. Среднегодовая температура колеблется между 24 и 30 градусами тепла. Самые теплые месяцы – это декабрь, январь и февраль, когда средняя дневная температура может достигать 30 градусов тепла. Самые прохладные месяцы – июль и август, когда средняя температура снижается до плюс 24. Ночные температуры редко опускаются ниже 20 градусов, создавая комфортные условия для отдыха. Таити имеет выраженный влажный и сухой сезоны. Влажный сезон длится с ноября по апрель, когда остров получает основную часть годовых осадков. В это время часто идут проливные дожди и возможны грозы. Среднемесячное количество осадков в этот период составляет около 250 мм, а в некоторых местах может достигать и 350 мм. Влажный сезон также характеризуется высокой влажностью, которая может достигать 80-85%. Сухой сезон длится с мая по октябрь. В этот период количество осадков значительно снижается. Среднемесячное количество составляет около 100 мм. Погода становится более стабильной и предсказуемой, с меньшим количеством дождливых дней и более низкой влажностью. На Таити дуют пассаты – постоянные ветры, которые приносят прохладу с океана и смягчают жару. Пассаты обычно дуют с востока и юго-востока и имеют умеренную силу. Сезон ураганов на Таити приходится на период с ноября по апрель, но ураганы здесь довольно редки, по сравнению с другими регионами Тихого океана. Тем не менее, остров иногда подвергается воздействию тропических циклонов, которые могут приносить сильные ветры и проливные дожди. Внутренние районы Таити, особенно горные области, имеют несколько иной климат по сравнению с прибрежными районами. Высокие горы, такие как гора Арахена, оказывают значительное влияние на климатические условия. В горных районах температура может быть на несколько градусов ниже, а количество осадков значительно выше, чем на побережье. Эти районы часто окутаны облаками и туманами, что создает уникальный микроклимат и способствует развитию густых тропических лесов. Тропический климат Таити оказывает значительное влияние на природу острова. Густые тропические леса, богатые флоры и фауны процветают, благодаря обильным осадкам и теплым температурам. Лагуны и коралловые рифы, окружающие остров, также зависят от стабильного климата и температурных условий. Климатические условия также играют важную роль в жизни местного населения. Сельское хозяйство – это основное занятие многих жителей, адаптировано к сезонным изменениям погоды. Основные культуры включают кокосы, бананы, тара и ямс, которые хорошо растут в тропическом климате. Туризм – одна из главных отраслей экономики Таити. Также сильно зависит от погоды, так как большинство туристов предпочитают посещать остров в сухой сезон. Таити – крупнейший остров французской Полинезии, является домом для значительной части населения этого заморского сообщества Франции. Согласно последним данным, население Таити составляет около 190 тысяч человек, что делает его наиболее густонаселенным островом в регионе. Столица Папеэтте, расположенная на северо-западном побережье острова, является крупнейшим городом и экономическим центром не только Таити, но и всей французской Полинезии. Население Таити отличается разнообразием этнических групп. Основную часть жителей составляют полинезийцы – потомки древних мореплавателей, которые первыми заселили остров. Эти коренные жители сохранили свои традиции, язык и культуру, которая играет важную роль в жизни острова. Кроме того, на Таити проживает значительное количество людей смешанного происхождения, что отражает долгую историю контактов с европейцами, азиатами и другими народами. Официальными языками Таити являются французский и таитянский. Французский язык широко используется в правительственных учреждениях, школах и бизнесе, в то время как таитянский язык сохраняется в быту и культурных мероприятиях. Большинство жителей владеют обоими языками, что способствует сохранению культурного наследия и обеспечивает связь с Францией. Религиозное верование на Таити разнообразное. Наиболее распространенной религией является христианство, представленное различными конфессиями, такими как протестанизм и катализм. Значительное влияние христианства приобрело с прибытием миссионеров в XIX веке. Тем не менее, традиционные полинезийские верования и обычаи продолжают играть важную роль в культуре и жизни многих таитян. Культура Таити богата и многогранна, сочетающая древние полинезийские традиции и современное французское влияние. Местные жители активно участвуют в различных культурных мероприятиях, таких как танцы, музыка, ремесла и праздники. Один из наиболее известных культурных фестивалей Хева, который проходит ежегодно в июле и включает в себя традиционные танцы, песни и спортивные соревнования. Образ жизни на Таити отличается размеренностью и тесной связью с природой. Местные жители занимаются сельским хозяйством, рыболовством и туризмом. Важное место в повседневной жизни занимают семейные и общественные связи, которые укрепляются через участие в общих мероприятиях и праздниках. Экономика Таити основана на нескольких ключевых секторах, включая туризм, сельское хозяйство, рыболовство и производство черного жемчуга. Туризм играет важную роль в экономике острова, привлекая тысячи посетителей ежегодно, благодаря своим красивым пляжам, коралловым рифам и культурным достопримечательностям. Сельское хозяйство и рыболовство обеспечивают местное население продовольствием и создают рабочие места. На Таити существует хорошо развитая система образования, включающая детские сады, начальные и средние школы, а также высшие учебные заведения. Образование в основном проводится на французском языке, но также включаются курсы по изучению таитянского языка и культуры. Система здравоохранения на Таити обеспечивает доступ медицинским услугам для всех жителей острова. В столице Папеэтте находится главный госпиталь, а также многочисленные клиники и медицинские центры, которые обеспечивают широкий спектр медицинских услуг. Население Таити представляет собой уникальное сочетание культурных традиций и современных влияний. Жители острова гордятся своим наследием и активно участвуют в сохранении и развитии своих культурных ценностей. Экономическое развитие и социальная структура Таити продолжают совершенствоваться, обеспечивая жителям острова высокий уровень жизни и устойчивое будущее. Таити – это один из самых популярных туристических направлений в южной части Тихого океана. Остров привлекает посетителей своими живописными пейзажами, богатой культурой, теплыми водами и дружелюбным населением. Туризм играет ключевую роль в экономике Таити, предлагая разнообразные возможности для отдыха и развлечений. Таити предлагает широкий выбор пляжей с белым и черным песком. Одним из самых известных пляжей является пляж Техаупа, известный своими большими волнами, привлекающими серферов со всего мира. Лагуны Таити, защищенные коралловыми рифами, создают идеальные условия для купания, снорклинга и дайвинга. Лагуна Попеетто, столицы острова, является популярным местом для водных видов спорта и экскурсий на лодках. Горные пейзажи Таити впечатляют своими величественными вершинами и зелеными долинами. В центре острова находятся такие горы, как Орахена и Ораи, которые являются отличными местами для пеших походов и трекинга. Водопады Таити, такие как Фаурумая и Вайпахи, также привлекают туристов своей красотой и доступностью. Культурное наследие Таити играет важную роль в туристической привлекательности острова. Местные жители сохраняют традиционные ремесла, музыку, танцы и праздники, которые представляют туристам уникальную возможность познакомиться с богатой культурой полинезийцев. В Попеетто находится музей Таити и островов, который предлагает глубокое погружение в историю и культуру островов Полинезии. Экспозиции включают археологические находки, традиционные артефакты и этнографические коллекции. Также стоит посетить храм Мореа, одно из наиболее значимых археологических мест на Таити, где можно увидеть древние каменные постройки и узнать о религиозных практиках полинезийцев. Одним из самых ярких праздников на Таити является фестиваль Хева, который проходит ежегодно в июле. Этот фестиваль включает в себя традиционные танцы, песни, спортивные соревнования и ремесленные ярмарки. Хева привлекает как местных жителей, так и туристов, предоставляя уникальную возможность увидеть и принять участие в традиционных культурных мероприятиях. Таити предлагает множество возможностей для активного отдыха и приключений. Коралловые рифы и лагуны Таити создают идеальные условия для снорклинга и дайвинга. Туристы могут увидеть разнообразие морской жизни, включая разноцветных рыб, черепах и кораллы. Серфинг также популярен на Таити, особенно на пляже Техаупа, который известен своими большими волнами. Другие водные виды спорта, такие как каякинг, парусный спорт и рыбалка, также доступны на острове. Горные районы Таити предлагают отличные возможности для пеших прогулок и трекинга. Популярные маршруты включают восхождение на гору Аураи, поход к водопаду Фарумаи и трекинг к долине Папену. Туристы могут наслаждаться захватывающими видами, свежим воздухом и богатой флорой и фауной. Таити предлагает широкий выбор вариантов размещения, от роскошных курортов до бюджетных гостиниц и гостевых домов. Многие роскошные курорты на Таити предлагают высококлассные удобства, такие как спа-центры, рестораны с видом на океан, бассейны и частные пляжи. Эти курорты часто организуют экскурсии и развлекательные программы для своих гостей. В Папеэто и других крупных населенных пунктах также есть множество отелей и апартаментов на любой вкус и бюджет. Для тех, кто ищет более аутентичный опыт, на Таити есть множество гостевых домов, которые предоставляют возможность пожить в местных семьях и узнать больше о культуре и быте острова. Экотуризм также развивается на Таити, предлагая путешественникам возможность остановиться в экологически чистых домах и принять участие в устойчивых туристических практиках. Туризм на Таити предлагает богатый выбор возможностей для отдыха и приключений, от великолепных пляжей и захватывающих горных пейзажей, до уникальной культуры и традиций полинезийцев. Таити привлекает туристов со всего мира. Остров продолжает развиваться, сохраняя при этом свою природную красоту и культурное наследие, что делает его идеальным местом для незабываемого отпуска. Природа Таити привлекает туристов со всего мира и играет важную роль в жизни местного населения. Тропические леса покрывают значительную часть Таити, особенно в горных районах. Леса отличаются высоким уровнем биоразнообразия и изобилием эндемичных видов растений. В лесах можно найти множество видов деревьев, таких как баньян, манго, хлебное дерево и кокосовая пальма. Папоротники, орхидеи и другие экзотические растения украшают подлесок, создавая впечатляющий зеленый ковер. Одной из уникальных особенностей флоры Таити является эндемичное дерево тия, которое используется местными жителями в традиционных ритуалах и церемониях. Растения, такие как тара и ямс, играют важную роль в местной кухне и сельском хозяйстве. Фауна Таити включает в себя множество видов птиц, насекомых и морских животных. Среди птиц можно выделить эндемичных представителей, таких как таитянский черный дрозд и таитянский голубь. В лесах обитают различные виды ящериц, насекомых и мелких млекопитающих. Морская фауна вокруг Таити особенно богата. Лагуны и коралловые рифы являются домом для множества видов рыб, кораллов, морских черепах и дельфинов. Сноркелинг и дайвинг в этих водах предоставляют уникальную возможность увидеть разнообразие морской жизни вблизи. Лагуны и коралловые рифы, окружающие Таити, не только создают живописные пляжи и защищенные зоны для купания, но и играют важную роль в экосистеме острова. Они обеспечивают среду обитания для множества морских организмов и служат естественным барьером от океанских волн. Коралловые рифы Таити являются одними из самых богатых и разнообразных в мире. Эти рифы играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия и обеспечивают защиту береговой линии от эрозии. Рифы населены множеством видов кораллов, моллюсков, рыб и других морских организмов, что делает их популярным местом для сноркелинга и дайвинга. Сохранение коралловых рифов является важной задачей для Таити, так как они уязвимы к изменению климата, загрязнению и человеческой деятельности. Местные и международные организации активно работают над защитой и восстановлением этих уникальных экосистем. Несмотря на богатство природных ресурсов, Таити сталкивается с рядом экологических проблем, таких как вырубка лесов, загрязнение водоемов и угроза для коралловых рифов. Быстрое развитие туризма и урбанизация также оказывают давление на природные ресурсы острова. В ответ на эти вызовы местные власти и экологические организации предпринимают меры по охране природы. Создаются заповедники и национальные парки, проводятся программы по восстановлению лесов и коралловых рифов, а также усиливаются меры по контролю за загрязнением и управлению отходами. Природа Таити отличается уникальным сочетанием тропических лесов, гор, водопадов, лагун и коралловых рифов. Богатая флора и фауна острова, а также его живописные ландшафты делают Таити идеальным местом для любителей природы и активного отдыха. Сохранение и защита этих природных богатств является приоритетом для местных жителей и международного сообщества, чтобы будущее поколение могли наслаждаться красотой и уникальностью этого острова. Таити известен не только своими красивыми пляжами и тропической природой, но и множеством уникальных достопримечательностей. Эти места привлекают туристов со всего мира. Предлагаем окунуться в богатую культуру, историю и природные красоты острова. Сейчас мы рассмотрим несколько достопримечательностей острова Таити. Водопад Фаарумаи, расположенный на северо-востоке Таити, является одним из самых известных водопадов острова. Он состоит из трех отдельных каскадов, каждый из которых впечатляет своей мощью и красотой. Путь к водопаду проходит через тропический лес, что делает это место особенно живописным. Лагуна Паанауиа на западном побережье Таити славится своими кристально чистыми водами и великолепными пляжами. Здесь туристы могут заниматься сноркелингом, плаванием и просто наслаждаться отдыхом на пляже. Лагуна защищена коралловыми рифами, что делает ее идеальным местом для водных видов спорта. Гора Арахена, высотой 2241 метр, является самой высокой точкой Таити. Восхождение на эту гору предлагает захватывающие виды на остров и окружающий океан. Путь к вершине проходит через густые леса и скалистые участки, что делает его популярным среди любителей пеших походов и альпинизма. Музей Таити и островов, расположенный в Панауиа, предлагает посетителям узнать о богатой истории и культуре полинезийц. Экспозиции музея включают археологические находки, традиционные артефакты, предметы искусства и этнографические коллекции. Это отличное место для знакомства с культурным наследием Таити. Храм Мореа – это древнее священное место, расположенное на побережье острова. Этот каменный храм был важным религиозным центром для полинезийцев до прихода европейцев. Сегодня храм является популярной туристической достопримечательностью и местом проведения различных культурных мероприятий. Собор Нотр-Дам, расположенный в столице Папеэто, является одним из старейших католических соборов на острове. Построенный в 1875 году, собор представляет собой прекрасный образец колониальной архитектуры и является важным религиозным центром для местного населения. Дом Джеймса Нормана Холла, американского писателя и соавтора романа «Мятеж на Баунти», является важным историческим и культурным объектом Таити. Дом превращен в музей, где посетители могут увидеть личные вещи писателя, его библиотеку и узнать о его жизни и творчестве. Маяк Понт Веню, расположенный на северо-западном побережье Таити, был построен в 1867 году и является одним из старейших маяков в южной части Тихого океана. Маяк предлагает захватывающие виды на океан и побережье и является популярным местом для фотографов и туристов. Рынок Папеэто, расположенный в центре столицы, является оживленным местом, где туристы могут приобрести местные продукты, сувениры, ремесленные изделия и попробовать традиционное блюдо. Рынок предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу местной жизни и культуры. Ботанический сад Харрисона Смита, расположенный на юго-восточном побережье Таити, является домом для множества видов тропических растений и деревьев. Сад был основан в 1919 году американским ботаником Харрисоном Смитом и сегодня является популярным местом для прогулок и изучения тропической флоры. Таити предлагает богатое разнообразие достопримечательностей, от природных красот до культурных и исторических объектов. Эти места делают остров уникальным и привлекательным для туристов, предлагая им возможность узнать больше о природе, истории и культуре Таити. Независимо от того, что именно привлекает путешественников, водопады, горы, музеи или рынки, каждый найдет на Таити что-то интересное и незабываемое. Туристы, посещающие Таити, могут найти здесь множество интересных товаров и сувениров. От местных ремесел и украшений до эксклюзивной одежды и продуктов. Шопинг на Таити это особое удовольствие, сочетающее в себе традиции полинезийской культуры и французского шика. Одним из самых знаменитых продуктов, которые можно купить на Таити является черный жемчуг. Этот уникальный жемчуг, выращенный в лагунах вокруг острова, славится своим глубоким черным цветом с оттенками зеленого, синего и даже розового. Черный жемчуг используется для создания красивых украшений, таких как ожерелья, браслеты, серьги и кольца. В Папе-Эте и других крупных городах можно найти множество ювелирных магазинов, предлагающих изделия с черным жемчугом. Таити славится своими ремесленными изделиями, которые представляют собой прекрасные сувениры и подарки. Местные мастера создают изысканные украшения из раковин, кости и дерева, а также традиционные татуировки и текстильные изделия. На рынках и специализированных магазинах можно найти резные деревянные скульптуры, украшения из раковин, плетеные корзины и ткани с традиционными узорами. Рынок Папе-Эте, расположенный в центре столицы, является одним из самых известных и посещаемых мест для шопинга на острове. Здесь можно найти все, от свежих фруктов и овощей до ремесленных изделий и сувениров. Рынок работает ежедневно, но особенно оживлен по утрам, когда местные жители и туристы собираются, чтобы купить свежие продукты и уникальные товары. Это отличное место для знакомства с местной кухней и культурой, а также для покупки аутентичных сувениров. Помимо Папе-Эте, на Таити есть и другие рынки, где можно найти интересные товары. В Фа и Панауиа также есть рынки, предлагающие свежие продукты, ремесленные изделия и сувениры. Посещение этих рынков позволяет туристам погрузиться в атмосферу местной жизни и найти уникальные подарки и сувениры. Таити, как часть французской Полинезии, также предлагает своим посетителям возможность окунуться в мир французской моды. Папе-Эте и крупных городах острова можно найти бутики, предлагающие одежду и аксессуары известных французских брендов. Здесь можно приобрести стильную одежду, обувь, сумки и аксессуары, соответствующие последним модным тенденциям. Помимо известных французских брендов, на Таити также можно найти продукцию местных дизайнеров, которые создают уникальную одежду и аксессуары, вдохновленные полинезийской культурой и природой острова. Эти изделия отличаются яркими цветами, оригинальными узорами и высоким качеством. Покупка такой одежды позволяет туристам не только обновить гардероб, но и поддержать местных мастеров и дизайнеров. Таити предлагает богатый выбор тропических фруктов и продуктов, которые можно приобрести на местных рынках и в магазинах. Здесь можно найти ананасы, манго, папайю, кокосы и другие фрукты, а также экзотические специи и продукты, такие как ваниль и кокосовое масло. Покупка местных продуктов позволяет туристам попробовать настоящие вкусы Таити и привезти домой кусочек тропического рая. Таити также предлагает интересный выбор вин и алкоголя. В местных магазинах можно найти французские вина и шампанское, а также местные алкогольные напитки, такие как ром и пиво. Покупка алкоголя на Таити – это отличная возможность попробовать уникальные напитки и привезти домой бутылку качественного французского вина или местного рома. Шопинг на Таити предлагает туристам уникальную возможность приобрести разнообразные товары, от традиционных ремесленных изделий и украшений из черного жемчуга до модной одежды и тропических продуктов. Рынки, бутики и специализированные магазины острова предоставляют богатый выбор сувениров и подарков, позволяя каждому найти что-то особенное. Шопинг на Таити – это не только удовольствие, но и возможность погрузиться в культуру и традиции этого уникального острова. Таити известен развитой транспортной системой. На острове доступны различные виды транспорта, которые обеспечивают удобное перемещение как для местных жителей, так и для туристов. Рассмотрим основные виды транспорта на Таити, их особенности и преимущества. Международный аэропорт Фаа является основными воздушными воротами на Таити. Аэропорт расположен в 5 километрах к юго-западу от столицы и обслуживает международные и внутренние рейсы. Аэропорт Фаа соединяет Таити с другими островами Французской Полинезии, а также с такими международными направлениями, как США, Новая Зеландия, Австралия, Япония и страны Европы. Внутренние авиаперевозки на Таити и других островах Французской Полинезии осуществляются авиакомпанией AirTaiti. Из аэропорта Фаа можно добраться до большинства обитаемых островов Архипелага, включая Бора-Бора, Муреа, Хуахиня и другие. Внутренние рейсы являются важным средством перемещения между островами, так как многие из них находятся на значительном расстоянии друг от друга. Аренда автомобилей является популярным способом передвижения по Таити, особенно среди туристов. По Поэто и других крупных городах можно найти множество компаний по аренде автомобилей, предлагающих широкий выбор машин на любой вкус и бюджет. Арендованный автомобиль позволяет свободно исследовать остров, посещать удаленные достопримечательности и наслаждаться природой. Общественный транспорт на Таити представлен автобусами и маршрутными такси. Автобусы курсируют по основным маршрутам на острове, соединяя по Поэто с другими населенными пунктами и популярными туристическими местами. Расписание автобусов может варьироваться, и они не всегда ходят регулярно, особенно в выходные дни. Маршрутные такси представляют собой минивены, которые курсируют по фиксированным маршрутам и останавливаются по требованию пассажиров. Этот вид транспорта особенно популярен среди местных жителей и туристов, так как он дешевле такси и более гибкий, чем автобусы. Такси на Таити можно найти в крупных городах и туристических зонах. Стоимость проезда на такси может быть довольно высокой, особенно по сравнению с общественным транспортом и арендой автомобилей. Такси удобно использовать для коротких поездок по городу или для трансферов из аэропорта в отель. Паромное сообщение является важным видом транспорта на Таити, особенно для поездок на соседние острова, такие как Муреа. Паромы компании Аремити и Теравао ежедневно курсируют между Папоэто и Муреа, обеспечивая удобное и недорогое сообщение между островами. Путешествие на пароме занимает около 30-40 минут и предлагает красивые виды на лагуну и острова. Частные лодки и яхты также играют важную роль в транспорте на Таити. Местные жители и туристы часто используют частные лодки для поездок на удаленные пляжи, рыбалки и водных экскурсий. В Папоэто и других крупных городах есть множество марин, где можно арендовать лодку или яхту на день или на более длительный срок. Таити предлагает множество возможностей для пеших прогулок и трекинга. На острове есть разнообразные маршруты, проходящие через тропические леса, горные районы и вдоль побережья. Пешие прогулки позволяют туристам наслаждаться природой, исследовать водопады и открывать для себя уединенные пляжи. Велосипедные прогулки становятся все более популярными на Таити, особенно среди туристов, которые предпочитают активный отдых. На острове есть несколько велосипедных маршрутах, проходящих по живописным местам и туристическим достопримечательностям. Арендовать велосипед можно в Папоэто и других крупных городах. Транспортная система Таити предлагает разнообразные способы передвижения по острову и между островами Французской Полинезии. От международного аэропорта и арендованных автомобилей до общественного транспорта, паромов и велосипедов, каждый найдет подходящий способ путешествовать и наслаждаться красотами на Таити. Независимо от выбранного вида транспорта, передвижение по острову всегда будет комфортным и интересным, позволяя открывать для себя новые грани этого тропического рая. Уровень преступности на Таити относительно низкий по сравнению с другими туристическими направлениями. Крупные преступления, такие как вооруженное ограбление и насилие, здесь редкие. Однако, как и в любом другом туристическом месте, на острове могут происходить мелкие преступления, такие как кражи и карманные кражи. Основные районы, где следует особенно быть осторожным, включают оживленные туристические зоны и рынки, такие как рынок Папоэто. Таити, как и другие острова в Тихом океане, подвержен различным природным опасностям, включая циклоны, землетрясения и цунами. На Таити есть несколько медицинских учреждений, включая больницы и клиники, которые предлагают качественное медицинское обслуживание. Главная больница острова расположена в столице и обеспечивает широкий спектр медицинских услуг. Перед поездкой на Таити рекомендуется убедиться, что ваши стандартные вакцинации актуальны. Это включает прививки от столбняка, дифтерии и гепатита А и Б. Также следует использовать репелленты и другие меры защиты от укусов комаров, чтобы предотвратить заболевания, такие как Денге и Зика. Таити является относительно безопасным местом для путешествий, предлагая туристам прекрасные возможности для отдыха. Однако, как и в любом другом месте, важно соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к возможным природным опасностям. Следуя простым правилам, вы сможете насладиться своим пребыванием на этом красивом острове, без лишних забот. Несмотря на свою удаленность, добраться до Таити достаточно просто, благодаря современным транспортным связям. Сейчас мы рассмотрим основные способы, как можно попасть на Таити из разных уголков мира. Главным транспортным узлом на Таити является международный аэропорт Фаа, расположенный в 5 километрах от столицы Папеетто. Аэропорт принимает международные рейсы из различных стран, что делает его основным способом попасть на остров. Как попасть из Северной Америки? Прямые рейсы на Таити осуществляются из таких городов, как Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Авиакомпании, такие как AirTaiti Nui и Air France, предлагают регулярные рейсы, которые позволяют добраться до Таити примерно за 8-10 часов. Как добраться до Таити из Европы? Прямые рейсы из Парижа на Таити выполняются компанией Air France. Время в пути составляет около 22 часов с одной пересадкой в Лос-Анджелесе. Также можно воспользоваться рейсами AirTaiti Nui с пересадкой в Лос-Анджелесе. Как добраться до Таити из Австралии и Новой Зеландии? Прямые рейсы из Сиднея и Окленда выполняются авиакомпаниями AirTaiti Nui и Air New Zealand. Время в пути составляет около 6-7 часов из Окленда и 8-9 часов из Сиднея. Как попасть на Таити из Азии? Прямые рейсы из Токио выполняются авиакомпанией AirTaiti Nui. Время в пути составляет около 11 часов. Если вы находитесь на других островах французской Полинезии, таких как Бора-Бора или Муреа, добраться до Таити можно с помощью внутренних авиарейсов, выполняемых компанией AirTaiti. Эти рейсы обеспечивают удобное и быстрое сообщение между островами. Многие туристы предпочитают посещать Таити в рамках круиза по Тихому океану. Круизные лайнеры часто включают Таити в свои маршруты, предлагая остановки Папоэто и других портах острова. Круизные тур позволяют насладиться не только Таити, но и другими островами французской Полинезии. Для тех, кто предпочитает более индивидуальный подход, существует возможность добраться до Таити на частной яхте или судне. Таити имеет несколько марин, где можно пришвартоваться и воспользоваться всеми необходимыми удобствами. Однако такой способ требует предварительной подготовки и знания морских маршрутов. По прибытии в Международный аэропорт Фаа у туристов есть несколько вариантов трансфера до места назначения. Такси. Такси доступны у выхода из терминала. Поездка до Папоэто занимает около 15 минут. Автобусы и шаттлы. Много отелей предлагают трансферные услуги на шаттлах. Также можно воспользоваться общественными автобусами. Аренда автомобилей. В аэропорту представлены международные и местные компании по аренде автомобилей, что позволяет взять машину в аренду сразу по прилету. Для дальнейшего путешествия по французской Полинезии можно воспользоваться внутренними авиарейсами компании Air Tahiti, которые связывают Таити с другими островами архипелага. Также популярны паромы, особенно для поездок на близлежащие острова, такие как Муреа. Паромы компании Аремити и Теравао предлагают регулярные рейсы между Таити и Муреа. Как мы только что выяснили, добраться до Таити можно из любой точки мира. Благодаря развитой воздушной и морской транспортной инфраструктуре. Прямые международные рейсы, внутренние перелеты и круизы делают путешествия на этот тропический остров удобным и комфортным. Независимо от того, какой способ вы выберете, Таити всегда готова встретить своих гостей с открытыми объятиями и предложить незабываемые впечатления. Субтитры создавал DimaTorzok